всем привет меня хорошо видно и слышно напишите пожалуйста левый берег тэш привет так слышно видно говорят хорошо начинаем срочный стрим с вами он посвящен он заседание он где участвует зеленский происходят вещи случаются новости производится можно сказать там новости и большинство из них из этих новостей не очень но вы должны это знать мы должны это обсудить если я это буду если это придержу до воскресенья до планового стрима это будет уже не то кроме того мы сейчас с вами как мы обычно делаем на срочных стримах в режиме онлайн тоже будем следить за будем вместе следить за новостями я надеюсь что вы не хотите еще спать мы начали несколько позже чем обычно я надеюсь что у вас хотя бы на часа полтора хватит а там дальше по новостям посмотрим по интенсивности привет всем привет всех вижу друзья ставьте лайки рад всех хоть и заочно но ваше присутствие ощущать так первая тысяча людей подошла мы можем потихоньку начинать значит смотрите пойдем самого начала всех событий наших и самого начала вчерашних событий то есть когда он открылась во первых последняя новость давайте начнем с последняя новость атакс атакс мы не получим ракеты в ближайшее время только что написали только что прошла информация этих ракет не будет их нам обещали еще со времен авиации со времен самолетов в 16 самолетов нету атакс нету есть только слова и если вы думаете что за этим сообщением ничего не стоит и это все не важно но просто решили не давать то не все так просто и я сейчас вам просто доказательно все обосную почему происходит все то что происходит почему ничего хорошего ждать не приходится и вам придется видимо скорректировать свою жизнь и свои жизненные планы так 1800 человек подключайтесь друзья подключайтесь ну во первых зеленский призвал реформировать он это можно рассказывать как анекдот зеленский призвал реформировать он уже украину реформировал что он поехал он реформировать и давайте сделаем маленький шаг назад на прошлом стриме в прошлое воскресенье я дал вам несколько маркеров как анализировать ситуацию что вы меня проверили и вот первым маркером была в одеждой на который туда придет зеленский он туда приехал тактическая'Sara это говорит туда не приехал он не приехал туда делать мир туда приехал 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 evolved боже мой мне уже заклинило на нем если бы человек ехали вести разговоры о мире он бы хотите хотя бы вон по другому по Он не сделал никаких выводов с саммита НАТО. А теперь давайте проведем параллели. На саммите НАТО нахамил, нагрубил всем. Мы поссорились со всеми. Было? Было. Отменил иступление, характер показывал. Че Гевара на минималках. И сюда в ООН тоже приехал Че Гевара на минималках. Сюда не приехал президент страны, который приехал призвать к миру помочь добиться мира. Сюда приехал Че Гевара. Повторяюсь, на минималках. Но, как известно, Че Гевара уже не тот. Вот в чем вся проблема. Теперь я жду, просто чуть больше будет людей. Перейдем к главному. Давайте вообще проанализируем, как мы могли воевать. Америка запрещает своим оружием, которое она нам дает, бить по территории Российской Федерации. Это правда? Правда. Полгода назад я читал в американской прессе, что мы могли ликвидировать Шойгу, министра обороны России Шойгу. Америка запретила это делать, что он был в зоне нашего поражения Шойгу. Запретили. Я сегодня выпустил видео. Это видео просто что-то новое. Я там занимался своим с этим чатом GPT искусственным интеллектом, и что-то в голову пришло, решил вбить, интересно, какой был ответ. Ответ показался интересным, потому что он подтвердил все то, что я себе в голове нарисовал, как я это вижу, хотя я не дипломат же профессиональный. Я решил вам это показать. Кому-то обложка не понравилась. Она сделана такой, потому что чат GPT говорил о мире между Украиной и Россией. Представьте, что это чат GPT, ну, какой-то другой на Россию сгенерировала бы и обложку. Кроме того, мне надо привлечь просмотр. Естественно. Ох, вот ты и скрылся, засланный казачок. Ну, стандартные дебилы эти все. На Россию работаешь. Больные люди, одним словом. Нет смысла больше обходить острые углы. Больше этого делать нет смысла. Я не увидел и не услышал по сию минуту ни одного слова о мире. Ни от кого. Там другие страны пытались как-то что-то делать, и у меня такое ощущение, что другие страны больше хотят мира, чем мы сами. И то, что я призываю к мирным переговорам, у нас нет возможностей военным путем победить Российскую Федерацию. К огромному моему личному сожалению, к огромнейшему сожалению. Аргумент людей. Так что ты предлагаешь, что все те смерти зря, которые случились, а если к этим смертям добавится еще 100 тысяч смертей, те люди воскреснут, которые погибли, или их семьям легче станет, или это гарантирует нам победу и светлое будущее. Нет. Я сказал бы даже наоборот. Потому что когда вы через год начнете вокруг себя, тех, кто сейчас находится в Украине, видеть людей без рук, без ног, каждый день по несколько человек, помимо того, что люди будут в военной форме, это будет отпечаток на страну накладывать, негативные. Это несчастные люди. Дикси Нормус опять 100 долларов дарит. Большое спасибо вам. Уже третий стрим подряд. Вот я сейчас пытаюсь, вы же знаете, я манифест готовлю, там один из пунктов, украинцы способны справиться с правдой. Те, кто не способны справиться с правдой, они пожалеют об этом. Нет, меня. Нельзя в розовых очках жить. Нужно реально смотреть на вещи. Не обладая полнотой информации, вы не сможете принимать правильное решение. Подытоживаем. Вот уже люди подошли, можно говорить. По Российской Федерации бить нельзя американским оружием. Ликвидировать важных людей нельзя, запрещает Америка. Атакамс не дают. Кто только присоединился, пришло сообщение, что Атакамс нам не дают ракеты. F-16 хрен знает будут когда. Оптимистичнее всего апрель-май, а может быть и следующее лето. С Германии пообещали БМП. Большое дело. Спасибо, хорошо. Но этого не хватит. А теперь самое страшное. Речь Байдена была отвратительной вчера. Байден, между строк читаю, Байден сказал, война будет долго. И я, люди, вам говорю, война будет долго. Сколько именно? Я считаю до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. И я не шучу и не прикалываюсь сейчас. Сейчас не до прикола. Не будет мира до президентских выборов США. Байден разыгрывает эту монету. Он выборы проводит себе этой ситуацией. Американские медиа пестрят каждый день только одним. ресурсы Украины, замазки демократов в связи с войной и зарабатыванием денег. Помимо того, как его назвать, Путина этого, сидит там. Но когда Зеленский, если бы Зеленский вернее, в белой рубашке, в черном костюме, в галстуке, с трибуны ООН вышел и сказал, я обращаюсь к Путину, хватит гибель людей и к вам обращаюсь, лидеры, уважаемые всех стран мира, давайте все вместе поработаем над миром. Давайте будем искать компромисс. Вот тогда бы, и Путин такой сказал бы, нет. Вот тогда бы, я бы поднял руки и сказал, ну, друзья, это все, это кранты. Тогда только до победного конца и все, идти в вабанк. Почему мы пошли в вабанк раньше времени? А вы знаете, что Зеленский может вернуться с Америки с объявлением мобилизации полной? И я вас не пугаю. Они готовят уже электронные реестры. Уже подан законопроект Верховную Раду, который будет в ускоренном режиме приниматься между первым и вторым чтением. И сейчас там в чем загвоздка, что там будут данные полностью человека, и эти данные как бы попадают в руки других инстанций, что не совсем законно. То есть, там вся база, я не могу вам передать, что это готовится. Никто об этом не думает. Не торопитесь, сейчас перейдем к Польше, я же постепенно. Люди пусть подключаются, не забываем ставить лайки, друзья, это продвигает стрим. Давайте 3000 лайков сделаем. Вижу, многие не поставили. Я вам просто рассказываю, как это есть на самом деле, потому что у меня, меня смотрят люди, которые способны справиться с правдой. И я хочу, чтобы вы свою жизнь строили исходя из этих планов. Война будет долго. У меня были какие-то у самого надежды, и я на стримах это говорил месяц-полтора назад, что-то мне показалось там вроде как происходит. Нет. Ничего. Байден сказал, будет война, Зеленский сказал, будет война. Вот и всё. Вот что я увидел на этой Генеральной Ассамблее ООН. Давайте загляну в новости. Там разные глупости, ничего важного. К сожалению, ничего важного. Вот хороший пример случился Азербайджан с Арменией. Заваруха? Заваруха. Армения знает, что она слабее? Знает. И начала искать пути, чтобы не гибли люди. Получается, уже на 70% мирный договор составлен. А теперь давайте идём дальше. 4500 человек, я всем благодарен. Давайте идём дальше. Откатываемся на 24 февраля. Откатываемся за полгода до 24 февраля. Весь мир кричит война. Нам привозят карту, всё показывают. У нас есть великий разведчик Буданов, рассказывает, что там ЦРУ, Ми-6, МОСАД отдыхают на фоне Буданова. Хорошо. Мы всё знали, мы готовы. Чангар разминирован? Да. Куча территорий сдано? Да. Мы потеряли в первую неделю, в первую неделю люди, в первую неделю мы потеряли всё то, что мы сейчас пытаемся забрать по миллиметру, проходя. Если смотреть на карту, это реально миллиметры. Прав Илон Маск. Вот эти маленькие продвижения не стоят жизни людей, которые мы отдаём за это. Сейчас мы ещё и про Илона Маска поговорим, эту истерию, которую я наблюдаю. А теперь давайте отличительная черта российского народа и России. Какая? Вы заглянете им в любые новости, в любые передачи, не дай Бог, ещё вам придётся с ними поговорить. Весь мир хочет нас поставить на колени. Весь мир ненавидит Россию, а мы сражаемся, мы великие. Вот ровно то же самое сейчас Зеленский дебилизирует наших людей, вся власть и вся эта медиа-шайка их. Вот что происходит. Все должны, мы великие, кто нам не помогает, вы негодяи, мы вас ненавидим и всё остальное. А теперь рассказываю про жертвы. 25 тысяч ребят бесконечности на данный момент, приблизительная цифра. Это всего лишь полтора года идёт война. И это приблизительные цифры. А теперь я услышал просто шокирующую у Комаровского вещь, которую он со знанием дела рассказал. Я, возможно, сделаю об этом видео. Оказывается, это бизнес протезы чей-то там. И оказывается, что громадный процент пацанов, которым можно было спасти конечность, им ставят протезы, будь то руки или ноги, чтобы какая-то ублюдина заработала на этом деньги. Это, скажите, это Россию вам не напоминает? Вы представляете? Но это ещё не всё. За неделю забрали у нас территории, которые мы сейчас пытаемся вернуть обратно. Значит, Зеленский провалился, все спецслужбы провалились, откровенно. За полтора года ни один не ответил. Глава службы безопасности Украины, бывший Баканов, гуляет себе спокойно, тренируется, с корочкой адвоката, ФОП открыл бизнесом заниматься. Он и так очень богатый человек, я знаю, о чём я говорю. Очень богатый человек. Кстати, со связями большими. Кто ответил? А пацаны, вы идите без рук, без ног, оставайтесь, погибайте, потому что актёришка лицо своё сделает, вот такое вот понурое. Он сидел вчера на этом ООН, такое впечатление, что это какой-то, я не знаю, кто сидел. Кто ты там такой? Случайный президент. Лицо, видели, как он сейчас сидел? С Ермаком. Это вообще, я понимаю, жена, нет вопросов. Ермак приехал. Он без Ермака вообще нигде и никуда. И правильно там Балашов говорил, уже Елене, Елене Зеленской может пора вмешаться. Она не видит, что ситуация выходит из-под контроля. Мы за неделю потеряли всё то, что мы сейчас всем миром пытаемся вернуть. Кто виноват, кто... Покажите мне, кто виноват, человек этого, который осуждён за это. Ни одного нету. Друзья, ну, вы можете себе представить, полтора года нет ни одного. Но что-то отца, сына, брата забирают на войну. В ТЦК что творится, я выкладывал, вы все по прессе это видите. Это тоже нормально, это не Россия. Это та же Россия получается. Мордуют голодом, морят голодом, бьют, пистолетом угрожают. Так это Россия. Это не Украина, друзья. Я вам заявляю, я в Украину по такой жизни не вернусь. Вот мне некомфортно здесь, но я не вернусь в Украину по такой жизни. Я не смогу жить, это как в Советском Союзе, это как в Россию поехать жить. Я её всегда объезжал, облетал десятой дорогой, мне воздухом дышать не хотелось. Я при Зеленском не смогу жить там. Как бы я ни любил, как бы я ни хотел, это невозможно. А теперь давайте посмотрим на ситуацию. Сейчас мы перейдём детально о ситуации с Польшей говорить, но я вам рассказываю теперь, как я это вижу. Спасибо, друзья. Вижу спонсоров, вижу парень дарит спонсор, чтобы пяти людям подарил. Сейчас я имя посмотрю. Не думайте, что я не вижу, я просто не хочу прерываться, чтобы это цельно было. Денис Протсев, дякую вам дуже. И люди вам дякую, таким и подарували. Поругались с Польшей, затеяли торговую войну. Но вы знаете, почему Зеленский, вернее, почему вчера Дуда отменил встречу с Зеленским? Я вам сейчас это видео, оно 15 секунд идёт, я вам сейчас прямо здесь включу. 17 секунд сейчас. Друзья в Европе разиграют солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне. Он президента Польши Анжая Дуду обвинил в подыгрывании России. Как вам такое? А я потом сижу и удивляюсь, почему они с намёком на меня рассказывают про медиаколаборантов и что там про кого-то. И ПСО. Уже Анжай Дуда и ПСО. Уже Анжай Дуда подыгрывает Путину. Как вам такое? Поляки. У каждого есть друзья, знакомые, родственники, может быть. Кто Польша, в Польше, кого приютила Польша в первый год войны, полгода. Давайте самое страшное время вспомним, первые полгода. Сколько поляки для нас сделали? А мы с ними были до войны, не в лучших отношениях. И у нас исторически, вы знаете, с ними не самая приятная ситуация. Уже Польша плохая. Так вы ждёте, чтобы Елисевич был хороший? Нет. Я вам больше того скажу. Если бы я сейчас был в Киеве и мне дали повестку, я пошёл бы в тюрьму, я не пошёл бы воевать. Но я никого не призываю поступать так же. Почему? Я вам отвечу. Потому что когда Коля Тищенко с наглой рожей бегает, зарабатывает деньги, почему это я должен терять свой бизнес и своей жизнью рисковать? Скажите, пожалуйста. Когда Резников вышел сухим из воды после просто сотни коррупционных дел и скандалов, что я должен... Я люблю Украину, но жизнь отдавать не готов. И говорю это в прямом эфире. Вот после такого не готов. До этого ещё колебался, после такого не готов. Теперь по ситуации с Польшей. У меня есть опыт общения с разведчиками. И я вам об этом рассказывал. Не действуют агенты топорно, так как, например, Илья Кива, который поздравлял Путина со стен Верховной Рады в статусе народного депутата Украины. Нет. Надо затихариться. Настоящий, который в длинную играет, он даже может не контактировать с той стороной, с которой он работает. Ему надо залечь и делать свои дела. Валы, как родивныцство, до войны строили дороги, когда надо было покупать вооружение, вооружать население и быстренько профессиональную армию делать. Минировать всё. И чтобы этого не допустить. Мы же всё этого могли не допустить, но я сейчас к этому вернусь. Было? Было. Значит, сколько всё было сдано? Было? Было. Американская пресса писала, что Залужный не ставил Зеленского и Ермака в план защиты Киева и некоторых частей Украины. Было? Было. Мне сказали, что Буданов не докладывается при Ермаке, что Буданов докладывается Зеленскому напрямую. Это единственный плюс, который я могу ему поставить. Потому что он ему не доверяет хотя бы. Это стопроцентная информация. Буданов докладывается напрямую Зеленскому. Буданов не играет в эту игру, что глава офиса президента это какое-то важное лицо. Андрей Рябакоин, спасибо большое. Вы понимаете, что делается? А теперь смотрим. Торговая война с Польшей в разгар войны братский народ, наши братья, наши партнёры стратегические. Он с ними затеял торговую войну в такое время. Хамски назвать, что он подыгрывает Путину Дуда. Я не фанат Дуды. Ну, это ж какая-то странная должна какие-то сделки заключать, торговать, это ж какой-то процесс. Нельзя же быть таким идиотом. Ну, мне стыдно. Я вчера, я вам скажу больше, я вчера теперь ощутил впервые, что чувствуют нормальные русские, глядя на то, что происходит у них. Когда мне прислали из какого-то прорашистского чата, когда русские, знаете, что там обсуждают? Ссоримся с Польшей. Может, это кому-то надо? Скажите, я есть или зависла? Нормально? Давайте, секунда, все нормально? Потеряли кучу людей из-за этого. Насколько я надолго выпал, на чем я остановился? У кого я зависла, перезагрузите страницу, пожалуйста. Друзья, поставьте лайки, чтобы мы вернули тех людей, которых мы потеряли, где-то тысячу людей потеряли. Значит, да, на прорашистском сайте обсуждают русские, а не будет ли у них такого ужаса, как у нас с мобилизацией. Угроз пистолетом и по шесть человек, которые будут хватать одного. А там же голодом морили, издевались, сейчас есть новости в некоторых ТЦК. Вы же это все читали? Представляете? Еще раз спасибо большое, Дикси Норму, спасибо. Возвращаясь еще раз к Ермаку. К войне не готовились, территории сданы, разминирование было, человек взялся из ниоткуда, получил нереальные допуски и к Гостане в той числе. сейчас торговая война с Польшей. Может там кто-то в офисе президента умышленно так ситуацию направляет? Скажите, меня это наводит только на такую мысль. Я честно вам говорю. Да, у нас рекорд на стриме, 6657 человек, спасибо большое. Я другого просто не вижу. То, что Зеленский все, и вы запомните, те, кто будут за него голосовать, это все равно уже конец. Это как на фондовой бирже купить акции фирме, которой кранты. Но вы такие, ну вдруг еще. Нет, вдруг не будет. Надо другую фирму смотреть. Да, друзья, спасибо за поддержку, я все вижу. Ставьте, пожалуйста, лайки. И теперь давайте думать, что делать дальше. А дальше выход только один. Выборы. Выборы, на которых Зеленский не должен победить. Он не может просто победить. Если у нас есть еще остатки мозгов, ведь почему в Аргентине либертарианец Хавьер Милей выигрывает по праймарис, и возможно сейчас даже пошли разговоры, что он в первом туре даже победит сразу. Потому что первый тур там по-моему 22 октября, а второй 12 ноября, по-моему. Чтобы быстрее все произошло. Страна дошла до ручки. И вот поскольку страна дошла до ручки, люди даже там поняли, сейчас время других решений. Пора других людей, реформаторов, не политиков. И мы сейчас, скажите, что еще нам нужно? Мы дошли до ручки, мы дошли до края. Путин не захватит уже всю Украину. Все это понимают, все мы это понимаем. Мы отвоевываем то, что потеряли в первую неделю из-за предательства, из-за непрофессионального поведения власти. Они делали свои дела, они нас не предупредили, и еще предатели поздавали наши территории. Я сейчас даже не поднимаю тему, все видели фотографии из Бучи, закатывали людей в погребах, в колодцах. Сколько там всего эти изнасилования все. Кто за это ответил? Хоть один ответил, я задаю вопрос, ни один не ответил и не ответит. Но Зеленский хочет ООН реформировать. А я жду, когда ему уже публично кто-то задаст вопросы. А что вы у себя в стране, Владимир Александрович, за это время сделали? Какое оружие, условия создали для выпусков? Может быть, дроны вы выпускаете? Или что-то еще? Может быть, вы реформы какие-то провели? Может, вы предателей нашли, из-за которых сейчас весь мир впрягается за Украину? А поляки молодцы. Они сегодня выставили счет такой условный. 101 миллиард злотых, это 23 миллиарда долларов. Сколько потратила Польша на Украину? Это половина бюджета Украины довоенного. У нас 40 миллиардов долларов был бюджет до войны. 23, больше половины. И мы смеем рот открывать на поляков? А ведь не только поляки, там еще и Словакия, там еще и Венгрия. Понимаете? И вот у нас Орбана сделали тоже ненормальным. Но я, Елисеевич, клуб запущу, на украинской мове будут переклады. Ризнамонитных интервью. А я посмотрел интервью Орбана Такера Карлсона. Да он сам под раздачу России в свое время попал. Но у него маленькая страна, бедная, с маленькой армией. И он должен лавировать, потому что Орбан должен заниматься Венгрией. Понимаете? Но все равно он мне не очень симпатичен, я просто говорю. А теперь переходим к Илону Маску. Я сегодня и потом там всякие огнеметы. Что у него только нету. И фотография сегодня, кстати, классная вышла. Элон Маск сидит типа на долларах и говорит, у меня 42 миллиарда долларов свободных. Подскажите, куда потратить, куда вложить. Юмор такой. И этот великий человек помогал Украине. И мы выстояли вначале только благодаря Старлинкам, напоминаю. А это частное лицо. Это не чиновник, не сотрудник Пентагона, не президент США. Это бизнесмен Элон Маск. Во всем мире из всех частных лиц, не чиновников, из неправительств, этот человек больше всех сделал для Украины. А сегодня мы гадостью его обливаем через сарасяцкие СМИ. И людей заражаем ненавидеть Элона Маска. Ко мне сегодня одна пишет. Ты такие же агенты, как Элон Маск, агенты Путина. И я сижу и думаю. Самая бедная страна Европы — Украина. Самая коррупционная. Да, любимая нами, потому что это родина. Самая коррупционная. Ни один человек в здравом уме бы здесь не жил. Я рассказываю американцам всё, что происходит. Они говорят, а как ты там вообще бизнес делал? А как ты там вообще мог жить? И вот это вот всё. И думаю, а Элон Маск у нас плохой и ничтожество. А мы великие. Чудо приходит ко мне в чат, в телеграм-канале. Кто не подписан, подпишитесь, друзья, и здесь, в Ютубе. Сейчас подпишитесь обязательно. И в телеграм-канале. И пишет «Пшеки», говорит на поляков «Пшеки». Вот это «Пшеки», там, так, чтобы без мата, обалдели. А вот мы этих «Пшеков», а вот мы этим «Пшеком», а вот «Пшеки» нам ноги должны целовать. Я так сижу и думаю. Всё, друзья, приехали. Дебилизация населения состоялась. Стоит сейчас Зеленскому любого назначить врагом, или даже не Зеленскому, а из его этой команды, недоделанной. И тут же человека больше нет. И внутри, и снаружи. И ещё вам даю один маркер, друзья. Не может быть успешной внутренней политики, вернее, не успешной, а внешне успешной. Ведь нам пытались какую сказку преподнести? Зеленский, второй Черчилль. Да, у нас проблемы, у нас коррупция, но оружие, что Зеленский выбыл, ты посмотри, какая внешняя политика. Внешняя политика провалена. Полностью и под ноль провалена внешняя политика. И не может быть никакой успешной политики без внутренней. Вот до чего мы дожили. А я три месяца назад или два, люди не дадут соврать, я говорю, друзья, вы ощущаете, сколько проблем накапливается? У нас каждый день навал негатива. Говорю, а почему? Рассеялся туман, а король-то голый оказался. Рассеялся дым, рассеялся туман. Нам дали последнюю надежду, последнюю инъекцию влили в нас. Знаете, в виде чего? В виде контрнаступления. А вчера Миле говорит, а контрнаступление будет и зимой продолжаться. А я вам сейчас больше того скажу. Контрнаступление будет ещё и второе, а может быть, ещё и третье. Потому что, если сейчас забрать у нас контрнаступление, то получается, у людей не будет никакой надежды. Вот и всё. И если вы сейчас сядете здраво и поразмышляете, а какая у нас надежда, а чем нам жить? Ну контрнаступление, там чего-то ждём. А что мы там ждём? Ценой сотни тысяч возвращать то, что за неделю предатели наши потеряли и неподготовленное государство, которое возглавлял Зеленский? Давайте чуть-чуть ответим на вопросы и поедем дальше. Да, спасибо. Я вижу, у нас рекорд. 7 764. Поставьте лайки. Пане Денисе, если бы вы могли выставить свою кандидатуру на президента Украины, я впевнен, что Арестович Зеленский и вы бы обошли. Порошенко уже не гравец и в Украине был бы шанс. Я вам сейчас ответим на это вопрос. Только российскую, чтобы я швидше думал, будь ласка, не думайте ничего такого. Я слышал Гайдая, Сергей Гайдая, он у меня был на подкасте, это бизнес-партнёр и друг Павла Себастьяновича, которого я уважаю. И вот он где-то, я не помню где, то ли Сякименко, то ли у Романенко, кажется, он был. И говорит, надо какого-то узнаваемого нового человека, надо вот, видите, как политехнологи мыслят? А я вам скажу, знаете что, плевал я на это всё, на узнаваемость и на всё остальное. Иногда победа, как говорил мой тренер, мы выиграем, даже если набираем меньше очков, чем команда соперника. Потому что важно, что ты себя готовишь дальше и прогрессируешь. И победа, она не обязательно стать президентом. Победа — это критическую массу на себя, в нашем случае, забрать. Потому что после этого уже не остановишь никакие изменения. Поэтому я не смогу обойти Зеленского, потому что за Зеленским олигархи и огромные деньги. Понимаете? И самое страшное даже не в этом. И технологии с этим позволяют сейчас бороться. Кастрюли на голове у огромного количества людей. Вот что самое страшное. Роман Рытов, большое вам спасибо. Кастрюли. Я читаю людей, если ты переговоры, значит, ты уже все пророссийский. Так давайте здраво посмотрим, что мы можем сделать ядерной державе. И это не ядерная держава, у которой чуть-чуть. Это больше всех в мире ядерного оружия. Чуть-чуть больше боеголовок, чем даже в Америке. Что мы, какая победа на поле боя? Это глобальный обман. Есть то, чего мы с вами не знаем. Есть то, чего мы с вами не знаем все. Нам не дают F-16, нам не дают эти атомсы. Нам чуть-чуть, чуть-чуть, надежда, контрнаступление, годами там мясорубка. Я еще раз задаю всем любителям границ 91-го года вопрос. А если Зеленский вернется с планом всеобщей мобилизации? А там еще есть шайка идиотов, которые хотят состояния войны вообще. Даже своей головой тупой, не понимая, к чему это ведет. Что будет? Я вам объявляю сейчас одну вещь. Если не будет выборов, для меня Зеленский с 1 апреля 2024 года, с 1 квитня 2024 року, нелегитимный президент. 31 марта должны состояться выборы президента Украины. Да, кстати, а вы знаете, что в России в марте следующего года выборы? И Путин там не собирается проигрывать. Понимаете? И может быть, тоже надо было это использовать для переговоров, потому что Россия и россияне это сами знаете, кто и что. Им можно любое поражение Путин может преподнести как победу. И мы могли этим воспользоваться. 8 тысяч рекорд на стриме. Спасибо. Ставьте лайки, друзья. Давайте и по лайкам рекорд сделаем. Никто так не мыслит. Я, когда увидел тактическую одежду, я даже не думал там ничего, я даже не помышлял. Я понимаю, что не все так просто. Давайте я скажу для тех, я знаю, кто меня сейчас слушает. Я понимаю, что что-то непросто. Я понимаю, есть какие-то кулуарные вещи, я все это прекрасно знаю и понимаю. Меня интересует будущее Украины. Я не представляю, если год будет еще мясорубка, какая будет дальше мобилизация, и потом после войны она рано или поздно закончится с выборами президента США. Когда будем смотреть вокруг, кого будем видеть вокруг себя? Инвалидов, покалеченных людей, если не физически, то морально. Морально это, ну психически, не морально, психически. А все остальные и морально. И начнутся нехорошие процессы, уже сегодня в Киеве гранаты взрываются через день. А сейчас выпущу видео, у меня комментарии постоянные. Уже многим и Майдан нужен, я это не поддерживаю. видео расскажу подробно почему. Я хочу легитимные выборы, свободу слова и выбрать нового легитимного президента. Хуже, чем вот это вот, что мы сейчас имеем, мне уже просто сложно представить. И голосовать только за того, кто обещает мир. Вот и все. Сколько раз за полтора года Зеленский может в прямом эфире к нации выйти на час, вот такой вот стрим провести? Он готов? Промодерировать вопросы, убрать оскорбления, убрать ботов, хотя бы нормальные вопросы можно, чтобы только там не Шанон Иллимар Александрович, дякую вам, ноги руки вам будут циловать, без вот этого вот всего. Потому что есть и такие люди, которые готовы ему такое делать. Ну скажите мне, он нации сказал, люди, у нас сложная ситуация, ты лидер нации, ты должен общаться с людьми, ты должен им, вообще, чтобы мы понимали, на каком свете мы находимся и что делать завтра. Две-три недельки уже один порассказывал про две-три недельки и сегодня каждый день переобувается это две-три недельки. Там уже у этого две-три недельки кроме выборов ничего в голове другого нету. И какую бы новую карту разыграть. А мне тут вообще сказали, что Шуфрича взяли за одно место, потому что он, оказывается, Арестовича собирался финансировать партию и Арестовича в президенты. Это только слухи, но я с вами решил ими поделиться. А сегодня показали Шуфрича дом. Выгребли все подчистую. Серванты стоят в шкафе пустые, там с подсветкой, там ноль, там все подчистую выгребли. У него провели второй обыск, когда его не было дома, когда он уже был в СИЗО. Ну уже ж не найдется тот, кто скажет, что я симпатизирую Шуфрича, я надеюсь, правда? Но это ж беспредел. А вы знаете, что Шуфрич был до сегодняшнего дня главой Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова? Сегодня там поставили этого дегенерата из партии «Слуги народа», который говорил, что женщине сказал, как за коммуналку платить, собаку продайте и платите за коммуналку, говорит, за газ. Ублюдок этот. А там только ублюдки. А кого ублюдок может привезти, в конце концов? И вот полтора года был Шуфрич. А кто Шуфрича туда поставил? Вы знаете, что это делается с голосованием? «Слуги народа» голосовали за Шуфрича, как за человека, который должен возглавить Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова. Там же по квотам все раздается. Договорнички тусуются. Полтора года он их устраивал и не был предателем. А тут через полтора года бах, предатель. Вы в это искренне верите? О, пишет чудак. Классно накрутку юзать. Друзья, лучшего комплимента нету. 2371 человек на стриме. И все знают, что это настоящие данные, настоящие показатели. 4000 лайков. Посмотрите, сколько донатов пришло по 100 долларов. Но эти пустоголовые идиоты продолжают меня недооценивать. Делайте так и дальше. Я всю жизнь был андердогом. Я и вас сожру потом. Смейте, накрутка, накрутка. 8500, накрутка. Где-то я уже это слышал. Да, Коля Тищенко через офис накручивает, это точно. Вот такие вот дела, друзья. Но с Польшей это был апогей. Это было последнее. И я хочу вам сказать про Польшу. Мне говорили про Польшу такие вещи, типа, Денис, ты понимаешь, в Польше нет свободы слова, там куча проблем. Я поинтересовался, какие-то нюансы там есть. Но я сегодня смотрю, что пишут пацаны эти из партии, они еще старше меня на пару лет, партия конфедерации. А не знаете, как пишут в каждом посте? Правительство лохов про свое правительство. Так и пишут. Я с Польского перевожу, там так, по крайней мере, переводят. Правительство лохов. Я могу... А представьте, чтобы у меня была партия... Мирная жизнь, я в Киеве, у меня партия. И я пишу посты правительства лохов. Я не знаю, чтобы они мне уже попытались бы сделать. Может, и убить бы попытались. Кстати, я хочу сказать, что если со мной что-то случится, у моего юриста-адвоката в Америке обнародуются такие вещи, в том числе и на Fox News, и на некоторых крупных американских YouTube-каналах, что кому-то станет очень плохо. Поэтому они это знают, и в их интересах меня беречь. Вот в чем все дело. Но об этом я расскажу позже, когда придет время. В республиканской партии и Зеленским очень довольны. И очень много кем другим. И если бы я мог все рассказать. Панасенков на стриме о судьбе Зе. Прокомментируйте. Это надо включить и комментировать. Сейчас не будем это делать. Давайте в новости заглянем, что там происходит. Лавров выступил. Значит, основные заявления Лаврова. Риски глобального конфликта растут. РФ не отказывается от переговоров по Украине. Если бы США хотели, могли бы дать команду Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой. Знаете, что это за декрет? О котором я здесь бил тревогу месяц. И меня никто не понимал. Приняли они, что война не закончится, пока не выйдем на границу 1991 года. Вы думаете, это случайно сделано? Да, такое принято. Третье. Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание тем там гражданской войны. Понятно, все это как всегда. Четвертое. Поддержка Западом киевского режима после референдума в Крыму и Донбассе является нарушением принципа самоопределения. Пятое. Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границы 1991 года, возникает вопрос. Знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей. Ну, ясно. Лавров лошадь, он в своей теме. Да, вот США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов во время визита Зеленского. Но ракет Атакмс там не будет. Эти ракеты в ближайшее время ВСУ не получат. Что мы будем воевать? Это прямая гибель людей. 2023 год, не Вторая мировая война. Люди сейчас погибают только из-за недостатка оружия. Только из-за недостатка амуниции и всего остального. Если это нам не дают, тогда зачем дальше допускать гибель людей, я спрашиваю. Там дальше уже не буду вам читать про Армению и Азербайджан. Ну, в принципе, таких новостей больше нету. Кроме Лаврова. Да что вообще говорить про Россию? Там что-то непонятно. И вот этот вот Джокер телеграм-канал АП-шный. Что постоянно там выскакивает? Вот эти вот. Ну, там и меня, естественно, подразумевая. А вы хотя бы что-то там против России в информационном поле сделали? А нахрена мне Россия? Можно спросить? Кто-то не знает, кто такой Лавров? Кто-то из вас сомневается, кто такой Путин и что такое Россия? И КГБ? Кто-то в этом сомневается? Я уже, не знаю, лет 20 не сомневаюсь. Мне не надо об этом рассказывать. А знаете, почему им выгодно? Ругайте Путина, разговаривайте про Кадырова, про Пригожина. Только чтоб Зеленского окружение делало свои дела. Вот для чего им это надо. Было, разговаривайте. Как в России. Там же о ком разговаривают последние 15 лет на телешоу? Украина. Там же все. Ни другой темы нет. Украина, еще иногда Америка. А иногда все вместе. Там про Россию разве говорят? Там какие-то реформы обсуждают? В 90-х годах, в России еще Шустер там, кстати, работал, там реально разговаривали про реформы в России, как изменить, как поменять, как это, как то. Демократические процессы шли при Ельцине. И даже чуть-чуть в начале Путина, там до года 2005-2006. Да, можете проверить по архивам. А потом все. И эти хотят у нас сделать так же. И эти хотят у нас сделать так же. Ну все, там Березовского забрали, телевидение посадили. Тут Коломойского. Ну все, люди. Второй Путин у нас появился. Потому все мои видео и все мои выступления, которые направлены против Зеленского и Зеленой Шайки, это не для того, чтобы в очередной раз его прочихвостить. Мне уже, я вам рассказывал, видеть его неприятно, в том числе на картинках к моим видео этим. Но я не могу допустить, чтобы он стал больше еще раз президентом. И что-то мне подсказывает, что выборов не будет. Будет он править дальше. Непонятно сколько, непонятно как. И вот эта вот полувойна, полувойна в каком смысле, чтобы на меня никто не обиделся. Ну то есть у нас нет этого ресурса, чтобы воевать качественно дальше. Чтобы реально достигнуть хотя бы каких-то задач, даже так, как я думал, чтобы после контрнаступления сильные оппозиции все-таки для переговоров. Ну какая-то глупость происходит сейчас. Я сейчас ни про военных, ни про стратегию. Хотя, знаете, что я могу сказать? Вы знаете, это не в моем стиле. Это не оценка военного эксперта. Я частное лицо, я могу здесь все, что хочу говорить. Вот эти вот по Москва-Сити удары дронов, какую практическую пользу они несут? Ну поднервничали, помотюкались. Мы получили некую сатисфакцию моральную, посмотрев, как они там пыжатся, кричат, визжат. Ну раз, два, три. Ну пару раз долбанули по Крымскому мосту чуть-чуть, они отремонтировали, ездят дальше. Ну вышки бойко вернули. Ну и? Ну и дальше что? Ну, какая с этого практическая польза? Давайте, говорите просто, какая с этого польза? Да никакой пользы нет. А теперь, обратите внимание, мы сейчас пытаемся окружить и Бахмут захватить. А зачем? Можно сказать, а зачем? Я не военный эксперт, я просто с вами спрашиваю, а зачем? А вы знаете, что Америка говорила, бросай все силы на юг, Зеленскому. Не нужно по всему периметру растягивать, сконцентрировано лупани на юг, перерезать это все дело, так мак и так далее. Говорит, не, надо везде наступать. А теперь, я это так мыслю, я не хочу, и читаю американскую прессу, что, судя по всему, происходит? Не утверждаю, просто версия. Они хотят захватить Бахмут, чтобы показать военную победу людям и партнерам, наверное. Смотрите, мы Бахмут захватили, ну все посмотрят, и это кладбище, этого города больше нет. Это кладбище, это руины. Ну какая с нее дальше польза, скажите? А ведь это тоже жизни. И ни одна, и даже одна жизнь, это много. Это тысячи жизней все. К чему я веду? Происходят полностью нелогичные вещи. И если бы это просто я сидел, читал между строками и о чем-то догадывался, вот этот телеграм-канал Джокер, это лицо нашей власти. Если вы хотите понять, за кого всех держат, что там в голове, это просто открываете этот телеграм-канал, я даже рекламу, видите, да и Джокер, читаете и просто понимаете, это вообще Украина или это Россия. Я на связи? Что-то не вижу комментариев. Напишите, я на связи? Да, спасибо. Да-да, спасибо. Кто-то написал, что завис. Вы, прежде чем писать, убедитесь, потому что вы можете прервать процесс таким образом. Ну, давайте, друзья, вопросы. Потому что я уже 46 минут говорю, давайте вопросы. Спасибо, спасибо, я вижу, да, нормально все. Все говорят про сдачу Дебальцева и Лавайска, хотя Зе сдал весь Юг, уничтожили Сичан, Севердонецк, Мариупа, поливолноваху. Ну, не Зе сдал лично, но он привел туда людей, которые его поимели. Я вам рассказывал, как это происходит. Они сейчас ему дакают, потом выходят с него, смеются и делают свое. А он потом актерочку пышется и что-то хочет нам рассказать. Мне он уже ничего не расскажет. Все, для меня все понятно. Богдан Чайка, все правильно про Ермака пишите. Денис, знаете вы, чему на канале интернет-магазина Розет, капустильный для травля маска, не знаю, не знаю. И знать не хочу. Чечеткин мне казался приличным человеком. Может, я ошибся. Эмбарго на зерно ввели три страны, но подать в суд мы решили против Польши, которая больше всего нам помогла. Я, кстати, вот Себастиновича перед стримом там обедал, послушал. Правильно сказал. Ну, если уже что-то вы хотите вычудить, ну, введите какие-то пошлины повышенные. Ну, зачем сразу в суд, зачем сразу эмбарго, зачем сразу это все? Ну, просто, понимаете, есть какая-то логика. И тут не надо, там мне пишут, ты и по бизнесу, и по геополитике. Да, я предприниматель. А в геополитике нигде не обучают, кроме дипломатов. Но как-то люди становятся президентами и рулят, и много чего хорошего происходит. Например, в Сальвадоре, например, сейчас будет в Аргентине, дальше это случится точно в Америке, что Трамп на геополитику где-то учился. Ну, или Зеленский, великий геополитик. Но почему-то ко мне это применимо не считают. Так вот, к чему я вел? Как это можно? Как это можно? Это же логика есть. Как можно со стороной, с соседом, с партнером, который помогает нашим людям, портить, воевать отношения во время войны? А это стиль управления Зеленского. Вы думаете, ну это же не то, что гром среди ясного неба. Ну давайте так. Подоляк нахамил Индии и Китаю, назвал их страны с низким интеллектуальным потенциалом. Мудила, ты смотрел ВВП этих стран, заходил в Википедии? Нет. Кто это говорит? Кто это говорит? Чудак со страны, который непонятно, как здесь оказался вообще, и в которой война, и в которой ВВП уже миллиардов 150 в лучшем случае, а мне говорят, что уже к 100 падает. 120. Это мы что-то будем говорить про них? А теперь дальше идем. Помимо этого всего, мало было хамства. На саммите НАТО не было хамства. Без Беном Волесом ситуацию напомнить, это не сосчитать все. Это все не сосчитать. С Израилем, да, вот правильно человек написал, с Израилем. А Илон Маск, с Эрдоганом, диктатор, да, но он говорит, построй завод Тесла в Турции. А потом я вижу, они в этом сайбертрак, этот джип такой, который Маск сейчас поставит уже в серийное производство, уже предзаказ давно доступен. У меня товарищ, кстати, заказал здесь в Америке. Он там в этом сайбертраке, он с Натаньяху разговаривает. Вы что думаете, они погоду обсуждают? Да не, Натаньяху с головой. Он задействует Маск в каких-то, возможно, секретных оборонных проектах Израиля. Какое-то секретное вооружение и так далее, и так далее. Там не будут троллить Маска. Там есть условия создать стартап и потом еще на Нью-Йоркской бирже котироваться, еще с Маском поработать. Вот чем озабочены израильтяне, израильский IT-сектор. И Натаньяху лично. И любой другой премьер на его месте так бы делал. А этот только со всеми ссорится. Это проблема на границе в Бен-Гурионе, в аэропорту в Израиле, что так себе отношения, хотя это протокол безопасности этой особой страны, особого государства. Это ж хамство. Ну не может быть такое, что ты любишь своих людей, а снаружи будешь со всеми ссориться. Или наоборот. Ну не бывает так. Вот Путин не уважает своих людей, так он так и не уважает никого во всем мире. У него как все президенты быдло, так и люди свои быдло. А этот просто-напросто, у него, друзья, у него сдвиги какие-то произошли психически. Я вам серьезно говорю. Я вам говорю честно, в нем эти качества сидели, и похоже, это все дошло у него уже до какого-то апогея. Я не буду сейчас никакие слухи там распускать про какие-то препраты, но что-то идет не так. Что-то идет не так. Да, буду дальше от микрофона, извините. Наши страны напряженные в Америке, видно по всему, с Польшей полный зашквар, плевок. Давайте вопросы, друзья, давайте вопросы. Денис, будете обсуждать на стриме «Избитие мужчины в ЦЦК»? Нет, там нечего обсуждать. Я вообще, вот люди, мне там какие-то частные случаи присылают, я не журналист. Да, это случай из ряда вон выходящий, но там еще где-то что-то случилось. Вы поймите, люди, мы не можем заниматься, и я не буду, я не журналист, и вам не советую каждый частный случай брать и недоумевать. Ой, как же так можно? Государство такое. Ну такое государство. И вопрос никакого-то частного случая. Это в Америке его можно обсуждать. У нас одни проблемы. Одни проблемы. Многие считают, что, ну, якось воно буде. Не буде. Привет, Денис. Скоро Украина начнет обвинять людей в предательстве за то, что они уезжают в Польшу. Да может быть все, что угодно. Уже объявили предателями. Заметьте, это уже сказали практически Зеленский. Это их эти помойные всякие Саплянди и ТВ и все остальные. Они с целыми днями клепают видео про то, какие негодяи и все, кто уехали. И главное, ладно, на мужиков, женщины плохие. И скоро на детей переключатся. Подоляк открыто. Арахамия говорит, будем экстрадировать. Все с него посмеялись. Юристы вообще поржали. Многие страны выступили. Подоляк уже. Ну да, мы им там ничего за границей не сделаем, но вот они вернутся, мы им тогда сделаем. Это любовь к своему народу, которого вы, ублюдки, не предупредили, что будет война, люди как-то спасались. Так вы теперь еще репрессии решили по возвращению устроить? Так никто не вернется. Будет подоляк с Арахами ВВП создавать. И с Зеленским, и с Ермаком. И все. И все. Ставьте лайки, друзья. Загрався він. Вот это правильный дуже коментар. Чули про ракету у Константинівця від Нью-Йорк Таймс. Смотрите. Я не хотел об этом говорить. Пишет Нью-Йорк Таймс, что в Константиновку прилетела наша ракета. Я не знаю, чья это ракета. На войне случается всякое. Но знаете, что мне не нравится? Что тут же это ракета России. Расследование проводить не надо. Нет, давайте проведем. И если, не дай Бог, так произвестно, что это наша ракета, надо людям дать денег, извиниться и показать, что мы не Россия. Мы начудили, виновные, наказанные. Мы извиняемся. Это война. Такое случается. Это ужасно. Нет, мы сделаем, как Россия. Это не мы расследуемся. Это вот они. Расследование проводить не надо. Помните по Боингу, MH17? Помните это все? Ну люди, что происходит? Ну не может же так быть, что я плохой, но каждый день рассказываю вам факты, которые неоспоримы с точки зрения здравого смысла и логики. Ну не бывает же так. Ну так же не бывает просто. А мой-то интерес один. Мне нужна Украина такая, чтобы в ней нормально было жить. И другого интереса у меня нет. Денис, сможет ли Трамп остановить войну или США подписали Ленд-Лиз? Если США подписали Ленд-Лиз. Вы как-то путаете. Два понятия не совсем, не понял, рядом, но я сейчас вам скажу. А вы знаете, что Зеленский сегодня обратился к Трампу? Я, честно говоря, не успел прочитать, где он. Наверное, там где-то может быть с пресс-центров ООН, там где-то с пресс-конференции какой-то говорит. Типа, пусть Дональд Трамп расскажет свою формулу мира. Потому что, если эта формула подразумевает сдачу наших территорий, то это не формула мира. И этого 100% не будет. Ну, я так смотрю и слушаю. Во-первых, Дональд Трамп не призывает сдать то, не квадратного сантиметра, как и я. То, что нам подконтрольно. Речь идет о том, что мы не контролируем. А почему мы не контролируем? Давайте разбираться с каждым вопросом. А почему мы не контролируем? Потому что президент Владимир Александрович Зеленский привел людей, которые сдали наши территории. Не Елисевич сдал и не Трамп сдал, а кто-то у Зеленского сдал эти территории. А кто же это сдал? А я быдло это не скажу. Это не я говорю, это Зеленский. А быдло пусть гуляет. А Баканов будет на свободе. Баканова ни разу не допросили. Это официальная информация. Ни одного допроса не было. Это глава спецслужбы. И потому, когда мне говорят про реформу, я говорю, что надо про СБУ хорошенько подумать. Почему? Потому что СБУ занимается только бизнесом и кошмарит бизнесменов. Значит, нужно объединить их вместе с ГУР, с которым они иногда воюют чуть-чуть, и пусть занимаются государственной безопасностью. Потому что знаете, откуда все это идет? В Америке нет никакого службы безопасности. В Америке есть ФБР и ЦРУ. ЦРУ — это разведка внешняя, ФБР — это внутренние дела. А у нас СБУ — это все и по всему. И служба безопасности Украины, и бизнес подкошмарить, и отжать, и хрен знает, что еще сделать. А зачем? А я вам рассказываю вообще, откуда это все идет. В России, ГРУ и ФСБ. И то же самое, беспредел, все, что угодно делают. Вот откуда все эти клоны идут. Не нужно это все. Это все сделано, чтобы кошмарить. Кошмарить и кошмарить. Только там ФСБ назначает президентов, и там коллективный Путин. А у нас президент сразу берет в лапы СБУ и шпилит, так как это происходит сейчас. Все, очень все просто. Это не я плохой, ребята, это вы плохие. А я вам сейчас еще расскажу. Я где-то год назад прошлой осенью вам рассказывал, и это не моя информация. Зайдите после стрима в Бигус Инфо канал, расследователь Бигус, и вбейте Артем Шила. Это такой СБУшник, может чуть старше меня, а может даже моего возраста. С чисто криминальным лицом, который вот так сидел, разговаривал на интервью с журналисткой. Она ему говорит, откуда у вас на 3 или 4 миллиона долларов имущество? А что, ты тут? Вот такая манера разговора. А Ермак его сейчас назначит главой БЭП, службы экономической безопасности, еще одна служба, которая кошмарит бизнес. Я не хочу жить в такой стране, и не буду. Вот и все. Вы понимаете, что происходит? И назначит. А потом кум Ермака, Олег Кипер, скоро станет генеральным прокурором Украины. Пышный глава Нацбанка, говорят тоже, к Ермаку родственные какое-то отношение. Это не наша страна. Это страна Зеленского Ермака. К сожалению. Мы с вами ее проиграли им. Мы даже не проиграли, отдали им ее в руки. Я выкладывал вчера видео Верещук, Гетманцев, Терехов. Слушайте, они гламурно выглядят. Прекрасно, после барбершопов, дорогие костюмы. Верещук прекрасно выглядит, ни капельки не постарело. Так смеются, улыбаются. Супер! Это видео мне сказали с паркового центра, с парковой аллеи, там, где их этот штаб. Там было вроде бы мероприятие, то ли восстановлю Харькова, то ли чему посвящено. Ну, я-то знаю, какие Тереховы звонки поступали в начале войны. Хорошо знаю, не только Терехову, почти там, не буду говорить сейчас. Все потом, может быть, узнаете. А может быть, я это не расскажу. Да, все у них хорошо. Все у них хорошо. Терехов говорил, ну, надо как-то демократировать, надо как-то, как-то вот надо, лишь бы я только мэром остался. А сейчас Терехов там пишет мне, подписчик, да у нас Терехов лучший мэр в мире. Я говорю, ну, и живи с этим. Ну, Денис, что по суркисам, кого из чиновников проплачивают, совсем, что ли, приближаясь суркисами не занимаюсь? Так. Пишут Терехов, ждал русский мир. Так. Мы обогнали цензор, ура! Это только благодаря вам, друзья. Ставьте лайки, спасибо. Денис, что считаете по поводу того, что в Украине делают врагов ребят, которые играют в киберспортивных командах вместе с россиянами? Друзья, у нас врагов делают со всех. У нас власти что-то не нравится. Кстати, я вот, честно говоря, Сергея Бабкина, музыканта, ну, мне не нравилось ни его поведение, ну, песни-то я не слушаю такие. А тут мне прислали песню, называется «Зрада». Он меня приятно удивил. Он там довольно-таки неплохо раскрыл эту тему, когда везде зрада. Все, друзья, я вам хочу сказать обратного пути нет, точка безозврата пройдена. Раскололи наше общество. Раскололи. На языковом вопросе, на еще общество раскололи. И сейчас еще страшнее происходит. Они каждый день еще новый повод придумают. Вот сейчас за мир, за мирные переговоры предатель, агент Путина. И ПСО. И ПСО. А знаете, кто не ПСО и кто хороший? Вообще, знаете, каким бы я был обалденным блогером, или как там меня называют, если бы я целыми днями пилил ролики про Соловьева, про Путина, про Лаврова, да сколько уже можно это смотреть? Да что, Лавров мой министр, или Путин мой президент, или Соловьев это мой соотечественник? Да это россияне, это Россия. Оно ко мне не имеет никакого отношения. Я должен спрашивать со своего президента. Понимаете? Коррупцию в нашем Минобороне не агенты. Ну, может, это агенты, конечно, ввиду, что это не напрямую Россия на это влияет. Может, там и агенты. Я, кстати, недавно видео готовил и ролик смотрел пятого канала, когда Масичук пытался драться с Кличко в Киевсовете. Жирный Масичук этот. Радикальная партия Лешка. По правую руку от Кличко Резников сидел. А я, опа, Резников с Кличко работал в Киевсовете. Это тертый калач решало, решало чиновник. Но он умыл руки и напоследок плюнул всем в лицо, сказал, что да что там те волонтеры и эти люди? Всего лишь 3% преподает их помощи. Но я с другими людьми общался, которые занимаются этим вопросом, они говорят, от 10 до 15% наш взнос туда. Понимаете? Но эта мразь обесценила и сбежала. И затихарилась сейчас. Сейчас придет время, поедет куда-то работать. А может уже по-тихому отправили. Просто нам не сообщают, не считают нужным. Да, вот так вот идут процессы. И я вам хочу сказать, кстати еще, хорошо, что про это вспомнил Масичука Жирного. Вам напомните эти видео, когда пшенку раскулачивали и всех этих подонков Януковича? Кто это делал? Это делали люди в военной форме. Это делали депутаты, которые понапяливали на себя военную форму. Да лично Масичука я видел на этих видео, он там это самое. Это тот Масичук, которого в зале Верховной Рады Украины показали, как он брал взятку. Он лично признался, что да, брал 400 тысяч гривен, взял взятку. А он сейчас сидит в ТикТоке, у него куча подписчиков, он разоблачает кого-то. Вот так сейчас и Шуфрича ограбили. Шуфрич, агент Путина, пусть сидит в тюрьме, но пусть это будет нормально, как во всем мире, процесс, а не пришли, раскулачили дом Шуфрича. Кстати, вы, может, не знаете, может, многие люди не ориентируются, особенно женщины, у Шуфрича очень много денег. У Шуфрича состояние больше 100 миллионов долларов. Это очень богатый человек. И у него есть, что хапнуть 100%. А Кирилл Тимошенко клеймания где ставить? А вы видите, как он затихарился? Америка сказала, убери его за вот эти вот Chevrolet Tahoe. И я же сюжет по этому поводу делал. Я поехал в салон, показал вам ценник, сколько это стоит. Денис, вважаю, это еще один из наикращих стримов. Так тримать, правда, нагрузило непогано, но по факту. Богдан, спасибо, но я же не хочу вас просто все, друзья, все очень плохо. Мы же с вами ищем выход. А вот, пишет человек Петр, хоть один еврей погиб на этой войне. Это просто конченый негодяй. И такие есть у нас в стране. Денис, на ваш взгляд, какова вероятность, что после введения Украины в состояние войны нас хватит на пару месяцев и мы окончательно рухнем? Я, никто ничего никуда не вводит, давайте не будем обсуждать то, что не произошло еще. Бойко не сядет, потому что в сговоре с Зе. Они же его подначивают, этого Бойко. Бойко же друг Шуфрича, типа, так а что, друга твоего хапнули, а ты не защищаешь ничего? А Бойко полностью вошел в сговор. Их сейчас присадили, чтобы они голосовали со слугами народа. И все. Но Шуфричем там какая-то была другая ситуация. Люди, остаемся преданы здравому смыслу. Спасибо, Денис. Спасибо вам. Без здравого смысла ничего не будет. Понимаете, просто я такой человек, я не буду вестись на вот эти, пусть меня кем угодно называют, эти сарасяцкие блогерши, которые там против меня строчат видео, больные на голову Таролахши и все остальные. Да мне на это все равно наплевать. И Саплянди, и ТВ эти все, мне все равно на это. Понимаете? Я говорю вам правду, вы меня уже неоднократно проверили и проверите еще раз, и все потом станет на свои места. И мне абсолютно на все эти визги все равно. Ну, мне все равно на это. Если бы я был политиком, я же говорю, сейчас бы я вам другие вещи здесь рассказывал. А мне оно не надо. Да. А что я к Захметовым? Причем здесь сейчас Захметов? Преподаватель на парах упомянул о вас так. Пусть этот безидейный розговорящий сидит в сарне Майами и молчит и не учит нас оттуда жить. Главное русскоязычное это критерии. То, что в ЗСУ половина русскоязычных вы передаете преподавателю. И этот человек кого-то еще там учит чему-то. Боже, Боже. Кого он может выучить? Денис, как вы думаете, зачем приезжал Джонсон? Джонсон для меня это огромное разочарование. О нем даже не смысла говорить. Все с Джонсоном понятно. Он выпал из пула каких-то там может даже великих политиков. Я его так называл. ошибся. Денис, петиция про Лендлис набрала нужное количество голосов. Нам это чем-то поможет? Это с помощью этой петиции мы медийное давление. Зеленский должен будет что-то ответить. Ну, вы же понимаете, как все будет. Это просто медийное давление. К этому я отношусь легко. Хорошо, что собрали. Я как мог там вчера я в Ютубе выставил перед этим в Инстаграм, в Телеграм раза два или три выставлял. Потом я Холоденко выставил и видел. Друзья, про Джонсона никаких деталей нет. Его риторику послушайте, что он сейчас говорит. Ну, все, политик типичный. Так, давайте дальше идем. Да, это я вам рассказал все. Кстати, давайте в новости заглянем. Так, генсек ООН Антонио Гутерриш заявил на заседании СФБ за ООН, что человечество открыло врата ада. Ну, да, так оно и произошло, по сути. Сейчас Зеленский реформирует ООН. Это же надо такую наглость иметь. Так, все, я так понимаю, в Азербайджане и Армении все закончилось на Нагорном Карабахе. Друзья, я хочу все-таки еще раз вам один момент объяснить. Может, кто-то не до конца понимает. Я хотел бы, я хотел бы нанести России военное поражение. Давно на это напрашиваются. Вся моя, так как это назовем, аналитика, все, что я вам рассказываю, это основано на реальных вещах, на реалиях. Я хотел бы иметь 500 Хаймерсов, 1000 АТОКМСов, 250, не F-16, F-35, ядерное оружие, все хотел бы, чтобы у нас было. у нас это все забрали, разворовали политики. Сдали наши территории, не я, политики сдали наши территории. Понимаете? Россия враг, у них свои планы, мы не можем от них ждать ничего, мы знали всегда, что это враг. Но когда мы выбираем себе президента, мы думаем, что это лидер нации и это человек, который будет о нас заботиться. А они нас даже не предупредили о войне. Понимаете? Мы все знали, кто такой Путин. И более того, вам скажу, с 2014 года мы живем без Крыма, и вы сами это знаете, без Донбасса. И Зеленского выбрали без Крыма и без Донбасса. Значит, что сейчас можно провести выборы и выбрать нового президента. А он сказки нам рассказывает какие-то. Вы посмотрите, он как уш уже от этих выборов. Он же думал, сейчас скажет, что дайте деньги, а ему сказали, дадим. Так уже начались, дайте патриоты. Уже не знают, что придумать. Теперь уже надо, чтобы эти выборы признаны были. Надо еще что-то. Я сказал, обратись к Илону Маску, напиши при всех открыто в соцсети ему. Помоги. Маск это вот так организует, войдет в историю. Провел выборы во время войны в Украине. Навсегда в учебники истории попадет. И точно честно все будет. Никогда он этого не сделает. Зразумило, до свидос за убивцем Ахмеда Ватыша. Люди, 8600 человек на стриме. Я говорю о будущем в Украине, а человек хочет, чтобы я сказал, что Ахмедов убився. Это сейчас тема стрима. Это сейчас тема стрима. Я должен вашей хотелке, я еще раз говорю, вы ошиблись. Я тут ничьи хотелки в подыгрыше не играю. Мы здесь о будущем говорим. Свет в конце туннеля и план действий. Какие у нас есть варианты? Наш пока вариант это выборы. А не я 20 раз скажу, какой Ахмедов плохой, и что-то от этого поменяется. Ахмедова выкормили чиновники. Ни один не наказан. Какова вероятность всеобщей мобилизации? Давайте посмотрим, когда он прилетит на его настроение. Если война продолжается, вероятность высочайшая. Высочайшая. Я еще раз, может, кто-то пропустил в начале. Я внимательно послушал Байдена. Байден между строк дал понять война надолго. Насколько, это мое мнение, до инаугурации президента США следующего, а именно это будет Трамп, минимум. Режим тишины будет где-то около американских выборов. Американские выборы будут 5 ноября 2024 года. Денис, прокомментируй агробизнес. Почему у нас так плохо? В Голландию берут 60 к евро, у нас 200 и сейчас. Я не понимаю, что берут. У нас все плохо. У нас все плохо. А то, что хорошо, это не благодаря какому-то великому. Это благодаря тому, что молодая страна и у этих ублюдков, политиков, еще лапы куда-то не дошли. Я вам рассказывал на бытовых примерах, почему шикарные есть врачи в Украине, стоматология и другие врачи, и врачи-звезды в разных отраслях. Туда лапы государства еще не влезли. У нас самая дешевая, цена-качество лучшее в мире. У нас и у Турции стоматология. И даже пластические операции. Почему интернет один из самых лучших в мире в Украине? Они были тогда слишком тупыми, валенками, чтобы туда залезть и что-то там испортить. И что-то тем более отжать. Они бы, если бы хотели, не сделали. И ребята, молодцы, эти технологии продвинули нам. Почему у нас рестораны шикарные? У нас и так продукты вкусные, у нас сервис один из лучших в мире. Я здесь в Майами-Бич. Это одно из самых богатых мест мира. Такого сервиса, как Киви, практически нет нигде. Я вам говорю. Хотя средний чек, цены в ресторанах в Киви, я даже не знаю, с чем вам. Считайте, что-то бесплатно, кто-то там ходит в Украину. Это бесплатно. Потому что чиновники, во-первых, не хотели туда лезть, во-вторых, они предпочитали инвестировать, они брали управляющих, они помещение сдавали в аренду. Они сами, в конце концов, хотели где-то хорошо посидеть и вкусно кушать. Потому не трогали. Вот и всё. А там, где залезли, там ничего не... Там и хлам, потому... И 4 тысячи госпредприятий самое первое. Ситуация с Карабахом прекрасно показала, что своё можно вернуть, но в подходящий, правильный момент. Это то, конечно, это то, к чему я призываю. Мы своё вернём через 10 лет, 20, может, не при нашей жизни, потом следующее поколение вернёт. Нужно концентрироваться на том, что есть сейчас, исходить из реалий. Мы хотим пожить, мы хотим состояться в своей стране. И старики уже должны пожить по-другому. заслужили уже после этой войны так точно. Они обрекают всех, обречённым делают. И самым подлым методом, помимо того, что Путин это творит, эти добивают своих, клеймят своих. Что я из Майами буду возвращать? Так, спасибо, Апол Д, за спонсорство. Друзья, кто на стриме, подпишитесь обязательно на меня в Ютубе здесь. Обязательно в закреплённом комментарии ссылка на телеграм-канал. Подпишитесь в телеграм. Там в последнее время тоже огромная активность. Кто хочет стать спонсором канала, ссылка в закреплённом комментарии. Денис, а чему партия «Свобода» против проведения выборов? Потому что это ничтожная партия, которая всегда... И вообще, если вернуться ещё во времена Порошенко, вот эти все факельные шествия по городу Киева, вот эти все люди в балаклавах, вот это вот всё, потом он с языком, этот языковой вопрос, запустил во времена, когда аннексировали у нас всё. Это всё детонатор. Детонатор. Отследите хорошо, кто создавал картинку для Рост ТВ. Партия «Свобода» в топе там. Отследите. Ютуб всё помнит. Вернитесь на 2013 год. Отследите, кто создавал вот эти вот все факты. Отследите всё это хорошо. Этим людям мир не нужен. Им нужно вот что-то такое. Но наступит смута. А потом я не знаю, что будет дальше. Возможно ли закончить войну и отдать только Крым и Донбасс с Луганском? Мы не можем это отдать или не отдать. Мы это не контролируем. И я не предлагаю ничего отдавать. Ещё раз говорю. Я не знаю, сколько раз надо это объяснять, хоть в текстовый формат переводи. Моё предложение не потерять больше, оставить то, что сейчас под контроль на нам, менять полностью государство, страну, экономику и абсолютно всё от Ай до Я, а потом ждать свой момент. Работать политически, экономически, показывать нашим потерянным территориям, какая у нас шикарная жизнь и посмотрите, что там у вас творится. Путину на самом деле Путин никогда благосостояние там наведёт. В России всего лишь живёт Москва и Питер. Всё остальное мрак и ужас. ЛДНР что ли живёт? Или Донецкий Луганск что ли процветает? Смешно это всё. И здесь будет такое же. А в России тоже наступит смутно рано или поздно. И тогда мы подсуетимся. Но не ценой такой, как сейчас. Мы теряем поколение. И почему у меня сейчас на стриме много людей? Практически как у Гордона, хотя я не медийный человек. Ну, наверное, люди так краем уха, пусть невнимательно, может, многие, но слушают. Я же вам сказал в августе месяце. Я говорю, посмотрите. С 1 сентября Путин будет ФСБ срывать учебный год. Каждый день минируют массовое учебное заведение. Каждый день. Нет дня без минирования. Они создают поколение людей, не образованных в Украине. Они уже наперёд закладывают. Путин уже на самом деле натворил то, что мы потеряли эти территории. Я не хочу обидеть тех людей. Я вам сочувствую. Я не хочу даже представлять себя на вашем месте. Но, извините, это не я сдал ваши территории. Это сдала власть Зеленского эти территории и разминировала. Поэтому я могу так говорить. Вот это вот всё гораздо хуже. Эти дети, которые невыученные будут, это всё хуже для Украины гораздо, чем вот эти клочки земли, которые можно вернуть. Может быть, когда-то военным путём будет решение его вернуть. Когда у нас будет армия на уровне Турции. Пойдём и вернём. Может, после Путина. Понимаете? Но не сейчас. Мы не готовы. Наша страна разрушена была до войны. И ещё раз вас возвращаю. Вернитесь с 23 февраля 2022 года. Но не было такого, что мы жили шикарно. Да, было лучше. Конечно, было лучше. Не было войны. Я говорил как-то в видео, хоть чуть-чуть могли планировать. Но у нас же была куча проблем. И рейтинг Зеленского падал. Его спасла война. Всё. У нас была куча проблем. У нас было, давайте откровенно, всё очень плохо. Не было такого, что мы благополучно жили. Прилес Путин, всё нам развалил. И в конце концов, мы давно знаем, что Путин враг. Мы давным-давно это знали. Почему сейчас нам пытаются это всё представить, как будто бы, друзья, ну какой-то гром среди ясного неба. Чудак. Нам 9 месяцев говорил Запад, что будет война. И карты нам показывал. А ты нас не предупредил. Денис, там начался мощный антироссийский митинг в Армении. Сжигают русские паспорта, пытаются свергнуть Пашиняна. Понял. Так, в новости заглядываю. Ну, американский пакет, 325 миллионов долларов, это ничего. Запомните, друзья, 325 миллионов долларов военной помощи в такой войне, как сейчас, это ничего. Это ни на что не повлияет. Да, правильно, Джексон. Не то, что не предупредил, не подготовил. Давайте смоделируем ситуацию. Зеленский понял, что нас ждет война. Что нужно было делать? Ну, мы же сейчас делаем какие-то правильные вещи во время войны. Насколько это возможно среди этой коррупции тотальной? Ну, заминировать все можно было и не разминировать. Это можно было все проконтролировать? Да. Давайте представим, чтобы не был разминирован Чингар. Давайте представим, что в Мариуполе стояла бы огромная армия и все было бы продумано, как надо делать. Мы бы ничего не потеряли. Ну, может быть, что-то бы и потеряли, но не столько, как сейчас. Понимаете? Мелитополь, все, мы же знали, что это важно, сухопутный коридор Крыму, это важно. Но мы это знали. У нас же тут военных экспертов, у нас в Буданнов есть разведчики. Мы все это знали и понимали. Мы это допустили. А давайте представим, что если бы не допустили этого, и Путин получил бы по зубам. Я прогнозирую, хотите мой прогноз, это было бы как во времена, когда Путин полез на Грузию. Неделя, и все бы решилось. Общественность бы включилась, и все бы разрешилось. Но мы насквозь пропитаны агентурой ФСБ были. И сейчас, поверьте, они тоже есть в высшем руководстве страны. Прогнило все полностью. Предателей тьма. И я их туда не заводил. Пока, пока, по всем расследованиям, все карты падают на Зеленского, что это он во всем виноват. В конце концов, он президент страны. А мы могли, я же говорю еще раз, не потерять, представьте себе на секундочку. Могли эвакуировать людей, женщин, детей, могли эвакуировать? Могли. Больных могли эвакуировать? Те, кто по-физически что-то у них не так? Могли, ничего не сделали. Могли оружие заказывать? Могли, ничего не сделали. Производить, хотелось сказать, производить, но государство не должно заниматься производством. Что мешало Зеленскому приватизировать Укрбранпром? Он президент Украины с 2019 года. Скажите, за три года можно было его приватизировать? И там бы нам сейчас уже какие-то западные компании клепали бы все, что мы захотели бы. Он же этого не сделал. Потому что вы сказали, какая приватизация? Это наша кормушка. Владимир Александрович, невозможно. Ну невозможно. Не дадут. Владимир Александрович, ну поверьте, ну вот там цифры. Он, да-да-да-да-да-да-да. И я хочу вам сказать, вот тут мне про Арестовича написали. А вы проследите за тем, как говорит Арестович. Я смотрю в его глаза, я не вижу у него боли за Украину. Он кайфует. Он кайфует. Ах, тут смута в Украине. Вот это сейчас подписчиков наберу. Вот это сейчас курсов напродаю. Понимаете? Посмотрите на него вообще. И не только на него. Вот этих философов, новоявленных. Философствуют, философствуют. Что вы философствуете? Что вы философствуете? Вы понимаете, что будет после войны в Украине? И что может быть? Может быть гражданская война? Философы вы наши. И тортики ваши с чайочками в прямом эфире закончатся тогда. Скажите людям что-то толковое. Гадалок, да. Слышите? Это люди, это трэшак. На телемарафоне, на полном серьезе, за наши бабки, вам втюхивают, нам втюхивают, девушек 25 лет, с такими вот губами силиконовыми, она на полном серьезе, пригожи нас спрятали в Африке, его переименовали, перелицевали, он прячется в большой красивой студии во время войны. Я смотрю на это, а потом думаю, подождите, так мы ж ржем с передачи этого Малахова в России. Там тоже городские сумасшедшие приходят, и он там орет, бегает как ненормальный. Или этот Гордон, однофамильец нашего Гордона, Александр Гордон, да, по-моему, в очках такой, ведет там тоже для городских сумасшедших передачу. Так все, вот оно в телемарафоне уже. Так все, русский мир уже здесь получается. От Путина люди, мы сами никогда не пустим сюда русский мир от Путина. Что бы там кто ни говорил, мы сами против этого, все мы. А его привел Зеленский, его привел телемарафон, этот русский мир. Это те же симптомы, все то же самое. Ядерную державу победить невозможно априори, военным путем точно. Я всегда задаю вопрос в каких-то таких неформальных разговорах с людьми серьезными. Я говорю, хорошо, хорошо. Объясните, как оно будет. Мы перерезаем сухопутный коридор в Крым. Да? Да. Потом мне говорят, а дальше мы взрываем Керченский мост. Я говорю, блин, если так будет, это будет классно. А скажите, что в это время будет делать Путин? Сдаюсь. Все, коллективный Запад победил. Давайте, сдаем ядерное оружие, ребята, в Гаагу, поехали, арестовывайте. Нет. Он не будет так действовать. Он ударит тактическим ядерным оружием. Он объявит всеобщую мобилизацию и назовет это священной войной. А человек говорит, он такого не сделает. Я говорю, почему? Ну не сделает. Я говорю, извини, не аргумент. Не аргумент для меня это. Я смотрю на его поведение и вижу, что этот человек способен на все. для него он кровью давно уже умылся. Объясни, почему он так? Ну, он не сделает. Вот так и Зеленский говорит. Ну, 91-й год. А дальше что? А давайте представим, что вот этих специалистов прогнозы сбываются. Не бьет Путин ядеркой, поднимает руки и говорит, все, забирайте. Ну, ведь Крым-то был наш в 2012 году. Вначале-то был-то наш Крым, но его же как-то забрали. Так это что, гарантия какой-то безопасности? Это гарантия благополучия и все? Говорят, ну, это начнет процесс распада России. Я говорю, с чего вы это взяли? Ну, с чего вы это взяли? Никто не может объяснить. Все на каких-то прогнозах только им известных строится. А логически мне это никто не объяснил. И великие разведчики, в том числе, которые у нас публично выступают, поп-звезды, которые на самом деле в политике окажутся. Вспомните мои слова. Все стримы останутся. Денис, если ты против Майданов, бунтов, прочих революционных методов, то как тогда быть в случае, если выборов не будет, мобилизацию усилит, будет принудительный геноцид? Твое мнение? А я расскажу в видео. Я уже снял видео, завтра выпущу. И я не против Майданов и бунтов. Я за это. Я стоял на Майдане. Просто я увидел, что это не работает. И сколько сейчас будет оружия, и видя жертвы на последнем Майдане, я понимаю, что сейчас может быть опаснейшая ситуация. Изменения в Украине снизу вверх невозможны по той причине, потому что у нас другая ситуация. Мы не Америка. У нас нет легального владения оружием. У нас в Конституции это не записано. У нас бедные люди, которыми легко манипулировать олигархами и политиками. Включается технология и массой контролируемый хаос называется. Это я все расскажу в видео. А вот сверху вниз верю и в видео расскажу. Гитлер проиграл, когда войска были в Берлине, Путин за тысячи километров от фронта и в полной безопасности. Что решит, если мы видим донизацию в 1991 году? Не знаю. Путин и без ядерки может натворить ЗАЭС, например. Совершенно верно. Совершенно верно. Денис, вы заколебались говорить о Зеленском вместо реформ. Ну, так времена такие. Времена такие. Вот такие вот, друзья, дела. Напишите, давайте вопросы, еще подвечаю на вопросы. Почему вас называют Майамским? Завидую, что я не знаю, почему меня называют Майамским, потому что я нахожусь в Майами. Только вот эти вот называтели даже не знают, когда и почему я сюда приехал. Они думают, что я здесь, некоторые думают, что я здесь живу 20 лет, другие думают, что я время войны, ну, типа, случилась война, я уехал. Я ничего не объясняю сразу в бан, там не с кем разговаривать. Ты скучаешь о Жириновском? Вы нормальный человек или у вас какие-то проблемы? Если проблемы, вы скажите, я сразу забаню. Почему в России нет полного, я не знаю. Денис, сейчас что тем людям, которые в Украине? Что делать сейчас? Дождитесь видео про Майдан, нужен или нет. Там я скажу, что делать. Уже записал. Привет, Денис, я не понимаю, как мы будем возвращать эти долги. Мне кажется, это вопрос сейчас 101. Сейчас вопрос сохранения государства и как жить дальше, и что будет. А потом вернемся, когда стабилизируется жизнь, поговорим о долгах. Где был твой мозг раньше? Вы это кому? Мне говорите или кому? Зачем вам долги? Вот зачем вам долги? К вам кто-то пришел домой и требует долг какой-то отдать? Так, Денис, чем больше ты общаешься с людьми, тем больше я убеждаюсь, что в целом у них одна цель стать самым богатым покойником на кладбище. Кевин Маккарти хочет поинтересоваться, куда ушли больше 100 миллиардов долларов. Да. После таких стримов хочется поместить безнадежность? Не надо. Не надо. Я, конечно, вам рассказал, как все плохо, но вы же способны справиться с правдой, я надеюсь. Вы же не хотите, как зелье боты или как русские, жить с кастрюлей на голове. Мы с этим справимся, не переживайте. У нас растет аудитория, мы вместе с этим справимся. Я же не призываю вас, все, ребята, сдаемся, поднимаем руки. Нет. Русского мира в Украине не будет. Ни от Путина, ни от внутренних этих ублюдков, которые захватывают власть. Или получают ее от нас. В данном случае он не захватывал, он получил ее от нас. Когда мне начинает вопрос, что, почем, у меня это вызывает только агрессию. Денис, как думаете, у вас есть шансы стать президентом? Огромные. Вопрос самый главный. На что рассчитывает Зеленский? Кстати, это очень хороший вопрос. Я вам скажу, на что он рассчитывает. Он актер, и он считает, что он сейчас руководит не государством, а кварталом 95. А раз он руководит кварталом 95, значит, как-то оно рассосется, не рассосется. А он этого еще не понял. У меня наркокартель «Химпром» в курсе, меня эта тема не интересует. Я не журналист, не правоохранитель, не расследователь. Задавайте эти вопросы правоохранителям. Денис, как можно реформировать Украину с такими людьми? А люди не реформируют Украину. Берешь власть и реформируешь. Тут мне еще как-то написал комментарий кто-то. Наши люди не способны жить по нормальным законам, жить по закону и платить налоги. У нас не тот менталитет. Вот это вот классический, энциклопедический пример человека без мозгов, к сожалению, который не понимает. А у меня в манифесте записано, я уже так потихоньку вам сдаю тезисами, правильные законы формируют правильный менталитет. И это доказано исторически. Если у вас правильные законы, правильная конституция, моментально менталитет меняется. Сколько украинцев, которые сейчас приехали по всему миру, резко поменяли свой менталитет. И двери придерживают, и здороваются, и улыбаются, и не сорят, и все остальное. Чудо, менталитет поменялся за три месяца. Потому что ты живешь в системе координат, где тебе не дадут жить по-другому, самообщество. И законы, и штрафы. Вот и все. Мы не какие-то отсталые в Украине люди. Мы нормальные, и не хуже других. Просто нас захватили с 91-го года, до этого совки, ублюдки, а теперь вот этот вот голосаппарат проклятый. Да, Сингапур тому доказательство самое яркое. Когда с болота суперчисто, суперпонятно. И менталитет резко поменялся. Америка будет требовать провести выборы? Я думаю, сейчас, сегодня будут договариваться, и завтра. Зеленский приедет, я думаю, он даст какую-то пресс-конференцию. Мы сразу все поймем. Поверьте, за 2-3 дня в первом же вечернем выступлении все будет понятно. Как в Голландии все счастливые и жизнерадостные. А вы зря смеетесь. Вы с намеком на легализацию легких наркотиков. Во-первых, это тоже надо сделать. Но Голландия величайшая страна просто космического масштаба. Она маленькая, а у нее ВВП больше триллионов. Там великолепное сельское хозяйство. Кстати, Голландия кормилица, Нидерланды кормилица мира, а не Украина, как нам пытаются рассказать. Во-первых. Во-вторых, там шикарные логистические... Короче, это суперстрана. Это ну нереальная страна. А сколько люди там все правильно сделали. Они счастливые, они улыбчивые, они не агрессивные. Это просто блестяще, то, что они сделали. Афасов. Да, наверное, у вас пора забанить. Вы не понимаете. Я сейчас в Роттердаме. Это хорошо. Шведы тоже улыбчивые и добрые. Наверное. Климат там не очень. Денис, вам не кажется, что у Зеленского ярая ненависть к народу? То, что он творит, это явно не на пользу стране людей. Мне кажется, что это умышленно делается, только вот зачем. У Зеленского и у всех диктаторов у них ненависть в принципе к людям и агрессия. Я это заметил очень давно. И, кстати, я так Резникова раскрыл. Я когда не знал, кто это такой, я увидел его интервью, и я увидел, какое у него раздражение вызывают журналисты, ответы на вопросы. Он прям нервничает. То есть он такой, ну, что ты мне тут? Все. Зеленский, когда на пресс-конференции с журналистами, он вот так вот бычится, вот так вот, и вот так вот на них смотрит. Он ненавидит всех. Он всех просто ненавидит. Ну, то есть в нем конкретно скрытая агрессия. Человек рождается для того, чтобы быть счастливым. Оксана, совершенно верно. В Украине это правило никто никогда и в Совке не знал и забыли, что человек рожден быть счастливым, а не мучиться. А нас вгоняют в мучения, и в те исторические периоды, когда мы получаем какую-то передышку, нам пытаются сказать, видите, какие мы правители великие. А вот не проголосуешь или будешь вякать, война придет. И война пришла. Дальше голод, наверное. Что может быть хуже войны? Голод только. Не дай Бог, конечно. Я уже утрирую. Если вы выиграете выборы президента, как будете свои законы без депутатов? Я не люблю, кто будет в вашей команде. Не о том вопросе совершенно. А то, что у него комплекс Наполеона, да. Ответственно заявляют, да, у него комплекс Наполеона. Как зателать свои руки, выдвигаешься на выборы, люди голосуют, и всё. А, баронавирус, я понял. Слава Богу, что вы не болели. Желаю вам не заболеть, но в этот раз тоже баронавирусом. Денис, не жалеешь ли ты о том, что наезжал на Гордона за Смешко и ФСБ? Сейчас он объявил войну с Апляндии и ТВ. Ты бы мог дать ему интервью, слить информацию на Исламе, начать в пиар для себя. Я ни о чём не жалею. Я сказал, что мне не нравилась поддержка Гордона, Смешко и всех остальных. Гордон никогда у меня не возьмёт интервью. Если бы он хотел у меня взять интервью, он бы уже у меня взял. Почему он у меня не возьмёт интервью, я знаю, но я сейчас не буду об этом говорить. Хорошо, я понял. Потребен попфильтр. Зразумев. Нет, я не видел, кого Гордон продвигает на выборы. Я видел, что Гордон говорит, что выборы не нужны. Это я видел. Денис, какая страна Европы первая поймёт всё и предложит нашим людям паспорта, только работаете и развиваете свой бизнес у нас? Я думаю, таких стран будет много, кстати. Все близлежащие. Я думаю, что Словакия, Словения, Венгрия и Польша, может даже Болгария, Румыния, все. Почему Ермаку не задают вопросы журналисты? Ермак и Зеленский не дают интервью неконтролируемое. Они могут давать интервью только Комарову и Наталке Масейчук с заранее заготовленными вопросами. И ещё Соня Кошкина мог дать интервью, которая будет там, как обезьянка, прыгать, какие-то глупые вопросы задавать. Эти люди не готовы к разговору по существу. Они готовы только к тёплой ванной. Я рассказывал, то ли на прошлом стриме, то ли на прошлом видео, Зеленского тёплой ванной уже сварили как лягушку. Он уже варенный. Панасенков на стриме размазал Гордона. Не слышал. Ситуация с мигрантами в західных краинах. Чи загрожатся Украине? Поки ещё не загрожают. Поки ещё війна загрожит Украине. Гордон за смешко. Я понял. Доброе утро. Знаете, я хочу обратиться к людям, которые не способны даже дату видео, которое вы смотрите, разглядеть. Вы присылаете мне видео трёхгодичной давности и даже не понимаете, что это речь о предыдущих выборах. Как вы голосовать собрались? Панасенков блестящий. Друзья, давайте без глупых советов, пожалуйста. Денис, считаю, что президент не должен быть маленького роста. Понятно. Ещё рост критерий будем ставить. Ну, не переживайте, я не маленького роста. Я не знаю, сможет ли США продавить выборы. У США своя игра. Все страны занимаются собой. А мы, вернее, ну не вы, а нам пытаются рассказать, что мы должны, что все вернее страны должны заниматься Украиной. Так не бывает. Так, это не реальность, это обман. Просто обман. Галина Бугрин, дякую, что вам подобается, я рад. Ваша думка про примусовую вакцинацию. Я задаю сотый раз вопрос. Примусовая вакцинация от какой болезни? Не думаю, что тебе получится пробиться в этот муравейник. А я в муравейник не пробиваюсь. Я не политик. Политики — паразиты. Мы говорим про баллотироваться. А если у меня что-то не получится, так вам же хуже. Я свою жизнь могу обустроить в любой стране Европы или в Америке и вообще забыть об этом всём. Но вы — нет. Как вы вважаете, как обычному человеку с семьей сейчас жить в Украине? Не військово и поручно стоял. Питаю вашу точку зору. А у меня нет ответственности. Это вопрос до влады. Но я знаю, что ваше положение — оно жахливое. Я не знаю, как жить с семьей. Семьи распадаются. У меня нет ответственности. Я только могу вам поспевчувати. Коалиция праволиберальных партий. Ну у меня же нет партий. Вы у них спрашивайте. Дем Сакира, 5-10, Сила Людей. Сила Людей — это чья партия? Вид коронавируса? Ваше личное дело. Примусово плохо от коронавируса? Почему вы можете устроиться где угодно, а я, мы — нет? Николай Орел, я это вам адресовал? Что вы меня спрашиваете по вам? Скажите, пожалуйста. Мне написала женщина, я конкретно ей ответил. Денис, как теперь людям избавиться от Бонефтика? Если выборов не будет, он положит на дно Украину. Если выборов не будет, мы с вами коллективно с 1 апреля 2024 года считаем его нелегитимным президентом. И всё. И вот у меня есть канал. Координируемся, оказываем медийное давление, привлекаем людей и ждём нашего времени. Это марафон, это не спринт. Про быстрые решения забудьте. Про рецепты, как борщ приготовить, я вам не расскажу. Это очень тяжёлый процесс. И мы в очень тяжёлой ситуации. Ничего лёгкого я вам не могу пообещать, хотя хотел бы. Да, я рассказываю про Панасенкова, Евгения Панасенкова из России, да. А у меня много любимых блюд. Одного нету. Я не знаю, как уговорить мужу ехать за границу. Трое детей, а он не хочет. За будущее детей переживаю. Я вашего мужа осуждать не хочу. Наверное, любит Украину. И я сам такой. Но ради детей надо. Ради детей. Придётся потерпеть. Закончится смута, вернётесь. Вместе вернёмся. Если Селенский сейчас начал говорить за идею мира Трампа в таком тоне, то такие потом могут быть расклады. Он понял, что Трамп реально будет быстро и жёстко решать вопрос. Назар Чуйко не понял. Не понял. Вот именно, вы правильно это отметили, вот именно, что он не понял, к сожалению. А его подначивают Сарасята. Сарасята. С Балашовым что такое общаемся? Нет. Переписывались недели, может, три назад. Друзья, не задавайте мне вопросы, как вы же студенту в Украине. Я вас в эту ситуацию не привёл. Я всегда был на вашей стороне. Я ничего не сделал для того, чтобы вы были бедным, нищим. В 2014 году случилась аннексия, Майдан и АТО, и всё остальное. Я перевёз тысячи людей с регионов Украины, в том числе и АТО, оккупированных территорий. Дал в Киеве им жильё и работу. Не муж я такой хороший. Это был, ну, в моём бизнесе работали. Я что мог, я сделал, как бизнесмен. Вы задаёте вопросы, на которые должны отвечать чиновники. Почему вы не в Украине? Потому что политические преследования на меня в Украине начались. И угроза жизни. Что вы посоветуете малому бизнесу в Украине? Ну, либо сцепить зубы, терпеть, ухищряться, либо уезжать. Тут нет никаких советов оригинальных. Вы же знаете, что вам придётся вернуться в Украину, так как вы хотите подать кандидатуру в президенты. Давайте подождём. Кевин Маккарті, это мы уже читали. Зеля всё разумеет, он систематично руками всё делает против Украины. Так, новости. Зеленский. Володимир Зеленский на заседании Редбезу ООН закликав організацию вжити кроки для восстановления международного правопорядка. От, послушайте, цитату. Украинские солдаты зараз своей кровью роблять то, что Рада Безпеки ООН має робить своими голосованиями. Зупиняют агрессию и защищают принципы статута ООН. ООН требует от ООН чего конкретно? Остановить войну? А ему ООН может сказать, мы готовы. Ты готов с Путином вступить в переговоры? И Зеленский тут же ставит условия, что Россия должна ввести войска. Для чего он туда поехал? Я задаю вопрос. Ну для чего он туда попёрся в тактической одежде? И когда вы это прочитаете, будет мир? Не будет мира, друзья, в ближайшем будущем. Ну, всё же логично вам рассказал. Я же ничего не придумал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине нет. Цитирую. Слово «переговоры» стало звучать всё чаще в ответ на всё чаще звучащие вопросы на этот счёт. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет, сказал он, добавив, что по этой причине Россия продолжит добиваться выполнения своих целей в Украине военным путём. Ещё раз вам одно подтверждение. Война, мобилизация. Никаких движений по миру нет. Заканчивается сентябрь 2023 года уже. Поверьте, год вот так закончится быстро. Арт-3034. Не пишите чушь на моём стриме, вы, видимо, не поняли, куда вы попали. Может, послушайте, что-то умное для себя возьмёте. Вы российский бизнесмен, чего вы чепилися до Украины. Зеленский ВО найкращий президент Украины. Який выбор в войну, чего вы колотите свитом. Я российский бизнесмен. Как вам такое? Вот такие больные и приводят Украину к краху. Это не оскорбление, это больной человек. Назвать гражданина Украины, который в Америке под защитой, назвать его российским бизнесменом. Да. Я весь стрим сижу, кричу, что война будет ещё долго, а вы мне спрашиваете, или конец уже близко. Я только что для кого зачитывал. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал здесь. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал в закреплённом комментарии. Кто хочет, становитесь спонсором канала. И прошу всех подписаться везде, потому что везде влияние медийное очень важно. У кого у вас там все чокнутые? А у вас? Это вы из России? Нет, это женщина такое написала, что я российский бизнесмен. Кстати, вот власть может такое вполне объявить. Придумать какой-то бред. Если они уже Дуду объявили, что он на Россию работает. Ну всё, приехали. Врагов, врагов. Поиск врагов бесконечный. Внутри, снаружи. Это агония. Хворых в бан не вытрачаем на них час. Так и сделал. Чему на стриме говорим про российского Панасенкова? Потому что он тоже хочет мира, он против чекистов, он нравится лично мне, он шикарный историк, и я не делю людей по гражданству. Или я должен, может, ещё Макаревича записать во враги, потому что он с русским паспортом. Или Пугачёву с Галкиным, или Чичваркина, или Ходорковского. Вы записывайте, кого хотите, я не делю людей по гражданству. И ко мне с этим жлобством тоже не лезьте, пожалуйста. Я вне этой темы. Это там с провластными этими виграйте, играйте. Да, эта зима будет сложнее прошлой. Я профи-игрок в Counter-Strike, который лично играет в РУС-составе крупные мероприятия, турниры. Мне, если что, 30, так вот мне приписали зраду. Хотя я уже не против уйти, но не отпускают из-за моего топа. Во-первых, классно, если вы игрок высокого уровня. Вы в ужасной ситуации. Мне вас жаль. Мне вас жаль. Но я бы вам советовал сконцентрироваться на своей жизни и сделать так, как выгодно вам. Я же вижу, что вы как бы не пророссийский человек, не поддерживаете режим Путина. Делайте свою жизнь, чтобы вам было нормально. Я же говорю, у нас смута закончится рано или поздно. Вернётесь на родину или всё благоразумится как-то. Денис, как выборы в Польше могут повлиять на Украину? Выборы и не только в Польше. Выборы в польский парламент, выборы в Словакии. И там могут леваки прийти к власти, которые против помощи Украины. А Словакия это соседи. В Словакии это важно. Выборы президента России в конце концов. Америка. В следующем году масса выборов. Невероятное количество. И президентских, и парламентских. И в Украине должны быть выборы, да? По плану. так, у нас наиболее президента, а выборы Путина, к чему это, не понял. А за Одессу кто-то ответил? Да, в бан иди. Сейчас, два человека или три за баню. Так. Кто такие Соросята? Это из клубка Джорджа Сороса, тех, кто разрушает Украину. Финансовые спекулянты. Что нужно первое сделать в Украине, это выгнать финансовых спекулянтов. Вы считаете, война продолжится, даже если победят республиканцы? Вы невнимательно слушаете. Война закончится после выборов президента США. Как вы считаете, будет ли как в 90-х после Афгана будет хуже? Хуже будет. В Афган это детский лепет на фоне того, что здесь. Польша заявила, что далее будет помогать Украине. А они чего взяли, что они откажутся? Они же не помогают зрелизмом лично, они помогают украинскому народу. Тут уже более чебачи тысячи, тут присутствует не 7 тысяч людей. То есть вы считаете, что это мало. Но тут сегодня был у нас рекорд 8800. Это показатель людей, показатель людей, которые 20 лет сидят в прайм-тайм в телевизоре, типа Гордона. А вы считаете, что это мало? Ну, извините, извините. Я не знаю, правда, куда лучше, но сложно удовлетворить всех. Я понимаю. Вам надо разобраться, как это работает. Я не хочу этим сопляндиями ТВ. Я сказал вам, что я даже не хочу их не видеть, не слышать, не знать о них ничего. Зачем они нужны мне? Я, например, новый подписчик. Спасибо. Чему вы так не любите Машу Ефросинину? Я такого никогда не сказал. Она просто глупостями и занимается. Кто будет президентом США? Трамп. Почему зима будет сложнее? Аргументы. Можно? Спасибо. Да, можно. Специально для вас повторяю. Украина войдет в эту осень-зиму от прошлого года 75% энергоресурсов. То есть в прошлом году было 100, в этом 75. То есть на четверть меньше. Россия клепает ракеты, Россия клепает дроны, шахеды. Ответил на ваш вопрос? Скажите, пожалуйста, Денис, может быть новым премьером у нас Маркарова? Да. Я слышал такое, что Маркарова хотят сделать премьером. Это будет уже апогей всей этой власти Зеленского. Кстати, вы заметили, когда Зеленский прилетел в Америку, его встречало только Маркарова и все. Зеленский встречал только Маркарова. Ник, даже, понятно, что Байден бы не прилетел с Караваем, но хотя бы Блинкин, хотя бы кто-то, нет, никто. Это тоже такой знак был. Умейте просто это смотреть, обращайте на это все внимание. почему вы критикуете Чаплигу? Отстаньте от меня со своим Чаплигой. Я не хочу эту фамилию даже читать на своих стримах. Отстаньте от меня. Но вы говорите за выбори, а если их просто подтасуют и все. Вы понимаете, если вы хотите в чем-то разобраться, то вам доведется послушать декілька відео, почитать телеграм-канал, а не прийти, что-то ляпнуть такое, что уже обговорили півроку тому и уже тысячу рецептів придумали, как это обойти. Маркарова против Ленд-Лиза. У нас нет, вы должны понять, что Ленд-Лиза визита США. И есть то, чего мы не знаем все. Денис, чем сейчас занимается Геолерус? Да позвоните у него и спросите. Я же Денис Елисевич, а не Геолерус. Вы заходите на стрим Геолерус и спрашиваете, чем занимается Денис Елисевич? Люди, с вами что-то не то. Так, пишут, Зеленский закончит как Чаушеску. Я вот в завершении стрима скажу вам одно. Зеленский точно плохо закончит. Сто процентов я вам даю. Я вчера очень четко это понял. Зеленский закончит очень плохо. Возможно, даже хуже Яноковича. Таниссимо Беляшер, для чего вы с памяти? Скажите, пожалуйста. Как можно образумить людей, если они говорят, что вы ипсу? Никак. Ну никак. Не общайтесь с идиотами. Если это ваши друзья, не разговаривайте с ними обо мне. Саня, спасибо. Оксана Доминска, спасибо. Так, Денис, ни разу не видели вашу улыбку. Улыбнитесь, пожалуйста, вы делаете правильные дела. Я улыбался много раз на стриме, сейчас нет повода, я же по заказу не могу. Я же не Зеленский, не комик. Когда следующий стрим? Не знаю. Может, воскресенье. плановый, если будет о чем. Какая твоя думка про журналиста Соколова, Бара Башткач, блогер Стриняна? Боже, Боже. Если Зеленский закинчить очень плохо, чем Янукович, я в тот же день от радости пляшечку шампанского. Вы представляете, я пил шампанское, когда Зеленский победил на выборах. Вот так бывает. Что думаете про Бутусова? Багато корыстного робить. Денис, с вами уже понятно. Так. В смысле, может, воскресенье? Да я живу от стрима до стрима. Спасибо, Юрий Ещенко. Спасибо, это приятно. Благодаря вам все и растет. Вы же видите, как растет количество людей. Нет, Коломойского взяли, потому что взяли. У Коломойского серьезные проблемы, в ближайшее время ему еще одну пидозру вручат на огромную сумму, там дрова. Вы же видите, как было. Был Пуч Пригожина, мы тут также на прямом стриме на срочном сидели, обсуждали в режиме онлайн, каждую новость хватали, следили, я говорю, это по-настоящему, все серьезно, идет операция. Да что ты, это цирк, это все. Бабах, уже всем понятно, что это никакой не цирк. Про Коломойского, это просто от Америки, это и что от Америки. 100 миллионов долларов за лох назначили. Что от Америки? Катя, спасибо. Да, я голосовал против Порошенко, поставил за Зеленского. Я же рассказываю это постоянно и рассказать о каких-то своих ошибках для меня это не проблема. Ваше мнение по Фейгину, как он вам? А зачем вам, человеку, я так понимаю, из Украины, слушать русского Фейгина? Я задаю вопрос. Это тема, которую я буду отдельное видео делать. Зачем вы слушаете людей, которые, во-первых, не украинцы, во-вторых, никакого отношения к нашей стране не имеют? Они на этой войне зарабатывают аудиторию и бабки. Все, другое назначение нет. Им не болит за это, как болит нам. Их жизни это не касается. Они граждане других стран. Их счета банковские в других странах. Они могут в любой момент спетлять другую страну. Для чего вы слушаете их? Вы, когда кого-то слушаете, вы, во-первых, пытаетесь расслышать, если там рациональное зерное предложение. Во-вторых, зайдите в Google и почитайте биографию этих людей. Какое он вообще имеет отношение к Украине? Вы удивитесь, наверное, процентов 70, кого вы слушаете, никакого отношения к Украине не имеют. Но имеют подписчиков с Украины и бабки за это. Фейгин. Фейгина не слухаем. Правильно робите? Блин, 50-й раз пишу. На фоне заявлений на ООН тем, кто не в Украине, в Европе, например, мужчинам, чего опасаться? Ничем. Ничего. Вам ничего не будет. Уважаю Черчилля и Рузвельта. Желаю, чтобы пролетело. Уже люди пытаются к этой войне роль Израиля приписать. Что это такое? Слушатели Марка Солонина про историю, да? О, у Коломойского много бабок, его можно попотрошить. Вот наши люди, большевики. Хлебом не корми, дай только раскулачить, у кого-то забрать. Да его-то попотрошат. Только заберут себе все чиновники и спецслужбисты. Вам, Маргарита, оттуда ничего не перепадет. Так что вы можете не радоваться. Я не знаю, будет ли Канад давать паспорта. Это вопрос не по адресу. Спасибо, друзья. Подпишитесь на меня здесь, в Телеграме и во всех соцсетях. Срочный стрим проведли. Все, что хотел, рассказал. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok